Разделите отрезок на четыре равные части циркуля в деревне. Отрезок на четыре равные части. Прошу. Смотрите, берем середину этого отрезка. Конечно. Проводим. Нет, середину мы брать умеем. И еще раз взять середину. И все. Дошло? Кстати, есть еще один способ. Берем какой-нибудь еще отрезок. Учетверяем. Можно. И с трудом подобные. Да, я сначала это объясню. Как строить середину, надеюсь, все помнят. Это надо взять вот такую вот окружность, да, с этим центром проходить через эту точку. И наоборот, с этим центром, проходящую через эту точку взять окружность. Потом, если у нас есть линейка, то проще всего вот так. Вот. Ну, после этого повторите то же самое. Провести окружность вот такую, правильно? Да. Потом с этим центром провести окружность вот такую. Провести линейкой. Так, ну и здесь осталось из этого с этим центром, да, вот так вот провести окружность. Согласны все? Да. И после этого линейка. Отлично. На четыре части делить научились. Да, что? Я хотел следующий. Нет, следующий еще рано. Дело в том, что у нас еще есть обсуждение. То, что Коля начал мыслить, он сказал, помните, такую вещь? А можно было взять отрезок, его учетверить. Это действительно разумная мысль. У нас есть отрезок. Отлично. Ты предложил взять какой-нибудь другой и его учетверить. Как учетверять, надеюсь, все понимают. Это та самая розочка. Помните? Значит, нарисуем окружность такую. Дальше с этим центром рисуем окружность такую. То, что предложил Коля. С тем, чтобы удлинить отрезок в четыре раза. Господа, напоминаю, как вообще утваивать отрезок. Это вот мы взяли произвольный. Он не обязательно ранее четвертой части, он совсем произвольный. Дальше. Такую окружность, такую окружность. Они проходят и с этим центром, и с этим центром. Дальше, как помните, надо... Один из способов состоит в том, чтобы рисовать дальше розочку продолжать. А более быстрый способ состоит в том, чтобы нарисовать окружность с этим центром, проходящую через эту точку. Она тогда из-за существования правильного треугольника пройдет. И это и будет как раз удвоенный отрезок. Вот этот отрезок, он в два раза длиннее, чем этот. Отлично. Но дальше, естественно, самое простое, повторить то же самое. Ну, а можно даже, если у нас есть линейка, и не повторять, а просто взять с этим центром, через вот эту точку, провести окружность. Все, учитверили. А мне надо... Учитверили. А, вы тут все точки деления? Да, мне все нужно. Да, пожалуйста. Чтобы потом расположилось... Тогда с этим центром, через эту точку, тоже проведи окружность. Вот. Но у меня... Заметьте, ребята, у меня на доске не очень точно. То есть вот этот отрезок, если вы замерите, обнаруживается, что он меньше. Потому что я рисовал, я не очень старался. Это не на всю жизнь чертеж. Понимаете? Если мне нужно было действительно точно, я бы взял компьютер, он бы идеально все точно нарисовал и так далее. Но он все равно понятный, этот чертеж. А теперь мы воспользуемся теоремов полезной. Конечно. А теперь мы пользуемся очень простой картинкой. Смотрите. Если мысленно провести вот эти вот прямые, то что будет? Они параллельны. То они будут все параллельны, все... И отрезок будет разделен на четыре части. Давайте я отдельно нарисую, потому что это очень важная картинка. Кстати, то, что четыре здесь не имеет ни малейшего значения. Давайте поймем эту историю. То есть если у нас есть произвольная совершенно прямая, на равных расстояниях поставлены точки. Да хоть миллион, сколько угодно. И происходит следующая вещь. Взяли, произвольно совершенно, через эти точки провели прямые. Параллельно. Да, конечно. Параллельно. Параллельно, параллельно. Вот эта прямая, а эта произвольная. А эти... Первая прямая произвольная, а дальше все... Вот это провели произвольно, это провели произвольно, а дальше параллельно провели. Так вот, господа, если мы знаем, что эти отрезки все одинаковые, то тогда и эти будут тоже все одинаковые. Это называется теорема Фаллеса-Миленского. Вот. Вот, но вообще-то это очевидное утверждение. И даже уже строго доказать можно. Подобит вы. А это разве касается первого отрезка снизу, мы же провели его произвольно. Да, мы провели его произвольно, но они все одинаковые. То есть, поймите, тут какая история, они одинаковые, вот эти одинаковые, и вот эти тоже одинаковые. Они не равны, то есть, могут быть равны, как случайно, но именно очень случайно. Но они равны между собой. Вот эти равны между собой, и эти тоже равны между собой. Почему здесь удалось нам таким образом разделить на 4 части? А потому что мы вот эту прямую провели не вполне случайно. Мы ее провели именно через эти две точки. То есть, мы сначала нарисовали отрезок, разделенный на 4 равные части, А после этого провели вот эту прямую, и уже ей параллельно здесь все провели. Отлично. Так вот, как же доказывается теорема Фалеса? Это очень просто. Для этого достаточно сделать следующее. Через каждую из вот этих вот точек провести прямую возникает что-то типа лестницы. Идей вы поняли? Вот. Давайте теперь обсудим, почему на самом деле все эти треугольнички конкурентны. Ну как, почему? Одна сторона у них есть. У всех. Это уже замечательно. Теперь давайте разбираться с углами. А с углами все просто. У нас же были параллельные прямые, правильно? А если у нас параллельные прямые, то эти углы что? То эти углы все равны. Это известная картинка. Если есть прямая и много ее пересекающих параллельных прямых, то вот эти углы все равны. Отлично. Значит, они все равны. Это мы знаем. Молодцы. Ну и нам нужен еще один угол. А еще один угол тоже легко. Вот этот вот. По той же причине, между прочим. У нас есть вот эти. Вот это прямое. Мы же договорились параллельно провести. Вот это, вот это. Предпринимаете, да? И признак конкурентности какой? По стороне. И двум углам. И двум углам. По стороне и двум прилегающим к ней углам. Да. Абсолютно верно. Смотрите. Мы таким образом получили, что все эти треугольники одинаковые, значит, конкурентные. И все. Ну, как называется вот эта фигура? Параллес. Ну, ну, ну. Параллес – это человек. Это фамилия. Параллелограмм. Параллелограмм, конечно. Это параллелограмм, потому что мы проводили параллельно. Помните? И мы проводили параллельно, и здесь проводили параллельно. Все? Да. Да. Да.